Итак, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели, мы с вами находимся на семинаре, который посвящен работе в программе PowerPoint, а конкретно работе с цветом в данной программе. И тема была заявлена о том, как управлять цветом в шаблонах PowerPoint. С вами преподаватель Романова Инна Витальевна, преподаватель Центра Специалист. Собственно, моя информация на экране. В Центре Специалист я преподаю уже более 10 лет и специализируюсь на пакете Office. Помимо графических программ, работаю в программе PowerPoint, автором курса, которой я и являюсь, уровень 1, уровень 2, а также отдельная специализация по программе Excel. Итак, курс, частью которого является данный семинар, это PowerPoint уровень 2, иначе называемый как дизайн презентации. В целом программу курса очень легко поделить на две части. Это день 1, работа с шаблоном. Вот как раз элемент этой работы мы сегодня и рассматриваем на нашем семинаре. И день 2, это работа с объектами, где рассматриваются правила композиции, а также правила выбора объектов на экране. То есть как правильно их друг с другом сочетать, как использовать зоны слайда, какую именно, скажем, цифровую диаграмму выбрать. При этом мы с вами руководствуемся не правилами интуиции, а мнением экспертов, которые регулярно происходят ссылки. Ну и есть некоторые подарки по курсу, включающиеся в комплекты литературы. Итак, если будет интересно, что за курс такой, я ссылочку на него сейчас продемонстрирую и брошу эту ссылку в чат. Поизучайте, если будет интересно. А так как курс у нас очень скоро стартует, старт курса будет у нас 20 марта, все-таки я всех, кто к нам подключился и будет подключаться всех, приглашаю на этот курс посетить и делать презентации профессионально. Вносить изменения, в том числе в корпоративный шаблон, которым вы можете быть где-то не очень довольны. И в рамках корпоративного стиля вы можете вносить некие допустимые изменения, так чтобы просто свою работу сделать удобнее. Итак, в рамках сегодняшнего семинара, он будет длиться 45 минут, плюс вот эта небольшая приветственная часть, мы с вами рассмотрим, на что конкретно влияет цветовая схема на векторные объекты. И сразу забегая вперед скажу, векторные объекты в программе PowerPoint, которые подвергаются обработке командой заливка фигуры, контур фигуры. Это огромное количество объектов, это практически все фигуры, вся рукотворная векторная графика, фигуры, значки, надписи, а также цифровые диаграммы, схемы, такие как SmartArt. Разве что фотографии напрямую не обрабатываются цветовой схемой, но тоже подвергаются специальному тонированию через команду цвет. Мы с вами в этом убедимся. Выбор схемы, ну в данном случае вопрос, конечно, больше теоретический, поскольку я собираюсь рассмотреть только одно направление, это корпоративный шаблон. Такой вот мифический некий шаблон возьмем с вами, будем выбирать оттуда корпоративные цвета. Ну и создание цветовой схемы непосредственно в PowerPoint у вас будет на руках реальный инструмент. То есть как именно создавать цветовую схему, рассмотрим ее анатомию, ну и рассмотрим с вами ее применение уже на готовых объектах. Никаких специальных файлов нам с вами не понадобится, но время от времени я буду сбрасывать ссылочки в чат, следите, если вдруг вы захотите работать непосредственно с теми же самыми материалами, с которыми я буду выполнять эксперименты. Итак, выбор цветовой схемы. Выбор цветовой схемы. Когда вы находитесь на этапе выбора, что конкретно взять? Вы можете руководствоваться первым направлением, это очень удобно, корпоративная цветовая схема. То есть у вас нет выбора вообще, у вас есть только брендбук на руках и вы можете руководствоваться только теми данными, которые в брендбуке есть. Особенно нас интересует не просто характеристика цвета, что вот ох, у нас есть цвет примерно синий, примерно красный, когда речь идет о корпоративных стандартах, ничего примерного быть не может, не должно быть. Нам нужна конкретная точная формула цвета и надо, чтобы эта формула была представлена в RGB, в RGB, Red, Green, Blue. Есть также формулы с микки, хексы, понтоны, но для PowerPoint нам понадобится именно RGB. Любой версии программы PowerPoint это понимает, эту формулу цвета. Если даже такой информации нет, вы можете не только выбрать цвета из брендбука, но и извлечь цвета из образца. Вы можете просто узнать этот самый RGB с помощью вспомогательных программок, анализаторов цвета, скопировав, скажем, скриншот или с официального сайта, либо с любого другого официального документа. Хотя я не люблю идти таким путем, и это не совсем профессионально, не совсем точно. Как правило, на несколько цифрах могут данные отличаться, но иногда вот это единственный путь. То есть с помощью пипетки, которая находится даже в такой программке, как Paint, вы можете узнать все-таки ваши корпоративные цвета. Пощелков по ним, определив, записав, сфотографировав, то есть эту информацию сразу в PowerPoint сообщить не получится. И это то направление, которое мы с вами рассматриваем сегодня. Но на курсе вы также узнаете, как пользоваться цветовым кругом, что такое классические сочетания. Мы берем за основу цветовой круг Иттона. Предлагаются и стационарные программы, десктопские приложения, так и такие сайты. Их много, я всего лишь парочку, первое, что вспомнила. Привела сайт Color Scheme, где вы можете увидеть цветовой круг. Сайт Color Adobe, не менее популярный, а, наверное, даже более популярный сайт, где вы можете воспользоваться кружочком, задав изначальную характеристику цвета ключевого и подобрав к нему сочетание. Есть также еще и третий путь. Третий путь по выбору цветовой схемы – это путь, который я не готова представлять. Вот я даже замялась в настоящее время, поскольку методика ассоциации, она работает не всегда. Это наиболее зыбкая почва при… наиболее зыбкое направление, наверное, да, для дизайнера в целом, руководствоваться набором ассоциаций. Слишком большие культурные различия между… не только между континентами, между странами, но даже между двумя людьми в нашей стране, которые просят, вот, сообщи, пожалуйста, спокойное настроение или дружелюбное настроение. Какие три цвета… а давайте проведем эксперимент. Какие три цвета, как вы считаете, могут транслировать дружелюбное настроение? Набрасывайте мне, пожалуйста, ваши идеи в чат. Вот, дружелюбие. Дружелюбие. Три цвета. Попробуем. Сочетаете три цвета друг с другом и все. И мощный сигнал дружелюбия просто идет с вашей презентацией. Ну, пока вариантов не вижу, не вижу. Ну, да. Вот зеленый, зеленый, несомненно, Вадим, да, зеленый. Насчет голубого цвета, Юлия, вот, не дают такую рекомендацию книжка «Типографика цвета», на данные которой я опираюсь. Скорее, это некая ностальгия. Вот, ну, белый цвет сюда включать не будем. Он к цветам объекта у нас относиться не будет. Скорее, это фоновый цвет. Желтый или бежевый, да, берем что-то тепленькое, Татьяна, верно. И оранжевый можно в ту же самую тему. Вот, синий нет, пожалуй, нет, пожалуй, Виктория. Давайте остановимся на зеленом цвете, как на нейтральном цвете под линии волн. На оранжевом или желтеньком цвете, который сообщает нам тепло. И оказывается, еще один цвет сообщает нам книжка «Типографика цвета». Это цвет маджента. Он же ярко-розовый, такой вот, ну, такой агрессивно-розовый цвет. И вот, вообразите себе зеленый, да, оранжевый цвет или желтый и маржента цвет, и розовый цвет. Ну, и получается неожиданно, правда ведь? Неожиданно. Вот, и это то, с чем я не хотела бы связываться. Я с удовольствием использую либо сайты такие, как Color Lovers, где вы можете подобрать себе цветовую схемку, не напираясь ни на что, кроме как на количество лайков. Я ни за что не хочу нести ответственности. То есть выбираете раздел Most Loved, наиболее, как бы, и наиболее популярные, наиболее используемые цвета. Или там Most Favorites, да, те, которые чаще всего отмечали. Ну и все, собственно. А вот по поводу ассоциаций могу вам назвать учебник. Это книжка «Типографика цвета», где обсуждаются различные настроения, около 50 штук различные настроения. И не только настроения, но и также такие тенденции в дизайне, как барокко, ренессанс, например. И выдаются сочетания не только цветов, но и шрифтов. Цвета и шрифты. Цвета и шрифты. Так, да. А вот ссылочка, ссылочка просто на тренды. И ссылка сейчас прилетела в чат, это на то, что у нас можно назвать модными, наверное, цветами. Итак, сегодня мы рассматриваем направление «Корпоративная цветовая схема». Влияние цветовой схемы распространяется у вас на векторные объекты, да, мы это уже обсудили. И несколько объектов я буду просить вас создать в вашей презентации. То есть можно запустить PowerPoint просто с нуля и набросать несколько объектов, такие как таблицы. Если хотите парочку диаграмм, можно нарисовать схемку. И будем брать за основу некую мифическую кампанию. Это пример взят также с сайта Color Lovers. Я сейчас ссылку на тот материал сброшу вам непосредственно сюда. Пришла. Бросаю ссылку. В чат, пожалуйста. Вот на эту страничку. Где вы можете взять, я взяла первое попавшееся, да, можно как бы нажать на все, что угодно, да, на любой образец. Любой образец. Ну и, собственно, вот та часть, которая нам нужна. Trend Colors. Данные цвета нам нужны. Картинку можете себе скачать, если хотите. Но самое главное, вот эта информация про RGB. Надо сделать скриншотик себе, поскольку нам эта информация, именно RGB, понадобится. Можете открыть абсолютно любую картинку. Я здесь просто открыла самую первую. Самую первую. Покажу, какую я взяла. Я взяла вот этот набор. Вот, допустим, это наша компания. Мы листаем брендбук, и на одной из страничек брендбука будет обязательно информация о цветах. О цветах. И теперь надо все это как-то подшить в программу PowerPoint. Я уверена, что среди вас, уважаемые слушатели, есть обладатели корпоративного шаблона. Что вы работаете в некой компании, где регулярно происходит изготовление презентаций, и обязательно надо использовать корпоративный шаблон. Вот. И позвольте мне задать вам вопрос. Я также задаю его на занятии. Для того, чтобы ощутили такую хорошую практическую ценность будущего вот этого блока. Скажите, пожалуйста, так. Вот работая в вашем корпоративном шаблоне в программе PowerPoint, вы создаете цифровую диаграмму или импортируете ее из Excel. Цифровая диаграмма сразу приобретает требуемые цвета, или вам приходится перекрашивать. Ну, вот так вот я спрошу. Или вам приходится нажимать на каждый ряд данных, на каждую дольку, на каждый столбик, и с помощью команды «Заливка фигуры» все-таки исправлять цвета. Тот же самый вопрос по работе с фигурами, по работе со схемами и с прочими значками. Приходится ли вам переделывать в вашем корпоративном шаблоне работу? Возможно, да? Может быть, если это полностью вас устраивает, ну, где-то вот какие-то моменты не устраивает, а вот если это цвета стандартные, если это цвета стандартные, а мы их сейчас с вами посмотрим, ну, вот тогда, конечно, приходится перекрашивать все, все, пожалуй. Это популярный недостаток в целом в корпоративных шаблонах, когда делается хорошая коллекция макетов, когда правильно подшивается логотип, чтобы его, ну, вот здесь, например, да, вот логотип вшит, невозможно его, да, тронуть. Когда все вроде бы хорошо, все работает, но, увы, вот цветовая схема остается непродуманным решением. Итак, уважаемые слушатели, я предлагаю следующую часть эксперимента. Я скачала все, что мне было необходимо и создаю совершенно новый файл PowerPoint. Пустая презентация. Ну, вот так. Работу я осуществляю на версии программы 2019 года. Здесь мне понадобится, пожалуй, только один слайд по работе. Если не хотите мельчить, создайте несколько слайдов. Без разницы. Без разницы. Так, макет слайда выбираю пустой, хотя это снова не очень важно. Как вы привыкли избавляться от макетных заполнителей, ну, конечно, желательно выбрать макет слайда пустой. Так, и собираюсь на этом слайде вставить несколько объектов, такие объекты, как диаграмма, и на вкладке «Вставка» нажимаю на команду «Диаграмма». Без разницы. Любая диаграмма подойдет. Ну, и в версии программы 2019 года, а также в 16-й версии программы или в офисе 365 я имею следующие цвета. Уменьшу размер текста. Маленькая нужна. Так, что еще? Что еще? Ну, могу еще одну диаграмму вставить. Но явно не те цвета, которые, допустим, я планировала. У меня в голове одни, а цвета совсем здесь другие показаны. То есть вот так тоже совсем не то. Так. Ну, а также на вкладке «Вставка» у вас размещаются такие объекты, как «Смарт-арты». Можно выбрать любой объект. Процесс, например. Сделаем его немножко поменьше. Можно также нарисовать пару-тройку обычного примитивного вектора. Это команды «Фигуры». Также доступны на вкладке «Вставка», на вкладке «Главная», на вкладке «Формат» доступны. Ну, то есть можно любые фигурки нарисовать. Ну, и если вы являетесь счастливыми обладателями последней версии программы, вам также будет доступна команда «Значки» на вкладке «Вставка». Но если у вас версия не последняя, ну, не ищите. Не ищите, но я покажу, чего мы не видим в предпоследней версии. Команда «Значки» на вкладке «Вставка» позволяет пользователю, не обращаясь к каким-то подозрительным интернет-источникам, сразу получать вот такие замечательные коллекции значков тематические. Коллекция, кстати, пополняется. Да, вкладка «Вставка», команда «Значки». Ну, а не поумолчаю, вставляются черными, черными значками. Я править их не буду, не буду менять их характеристики. То есть вот так. Ну, и последним действием на вкладке «Вставка» и команду «Таблица» я сейчас буду использовать для того, чтобы вставить табличку в несколько строк, в несколько столбцов. Ну, и в принципе, мне достаточно было бы даже один объект на слайде держать. Это цифровую диаграмму, которая лучше всего показывает, что такое цветовая схема, поскольку демонстрирует сразу несколько рядов данных. Ну, я даже вот две сделала. Итак, перед вами находится демонстрация той самой яркой части шаблона, которая называется «Цветовая схема». Ну, и предварительно я скопировала в буфер обмена информацию, информацию о цветах. Вот эта информация, которая была скриншотом снята с сайта. Ссылочку я вам на него прислала. Так. Есть. Нам скриншот не понадобится для того, чтобы на него нажимать. Как вы видите, здесь у меня прописаны циферки. То есть я скриншот располагаю на слайде временно для того, чтобы просто обращать внимание на вот эти циферки. То есть вот циферки, 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 циферки. Так. И желательно еще знать, какой цвет для вас будет ключевым. Ключевым цветом эта информация для вас важна, поскольку этого цвета будет чисто технически много. Обычно это цвет логотипа. Цвет логотипа, ну и судя по картинке, я вижу две разные линейки. Это линейка красного цвета, линейка синего цвета. Можно, в общем-то, сочетать друг с другом и то, и другое, и третье. Вообще-то в рамках одной презентации можно использовать даже несколько цветовых схем. И компания может создавать себе цветовую схему только в красном, только в синим, в голубом. Я отталкиваюсь от того, что вижу в настоящее время. Может смешивать цвета друг с другом. То есть это зависит даже от распределения цветов по линейке продукции, либо по департаментам организации. То есть можно изготовить себе на запас сразу несколько решений. Ну а вот именно практическое направление в большинстве компаний стараются ограничивать количество цветов, используемых в презентациях, как бы используют правило такое, как не более трех. Не более трех цветов, не более трех шрифтов. Очень старое правило в дизайне, актуальное до сих пор. Ну особенно из-за такого духа минимализма, который сейчас в последнее время. Итак, у меня есть возможность создать даже несколько вариантов цветовых схем. Но сначала я пойду цветным вариантом. И чтобы ограничить количество цветов в своей презентации, я стараюсь не выпускать цвета за пределы трех штук. Можно использовать раз, два, три. Три цвета. Три цвета. Я их сейчас помечу на экране. Это голубой цвет, это коричневый цвет, это розовый цвет, ну красный цвет, назову его так. И от них мы с вами можем получить еще три более светлые разновидности. Такой популярный путь называется три сильных, три слабых. Три сильных, три слабых. Общее количество цветов, которые чистотехнически подшиваются в цветовую схему PowerPoint, любого шаблона, это шесть штук. Шесть штук. Но это чистотехническое ограничение. А мы с вами хотим сделать количество цветов еще меньше. Конечно, такая компания, как Disney, довелось работать, могут позволить себе использовать большое количество цветов в одной работе. Но обратите внимание на то, чем занимается компания. Ярко, все празднично. Итак, хватит болтать. Переходим на вкладочку, которая глобально управляет дизайном презентации. Вкладка конструктор. Называется так в моей версии программы. В вашей же версии программы, боюсь, она может называться иначе. Вкладка либо конструктор, либо дизайн. Будет она так называться. Текущая цветовая схема, с которой вы работаете в настоящий момент, отображается на теме оформления, которая используется опять-таки в настоящий момент. Это крайняя левая тема оформления, заявленная на вкладке конструктор. Возможное название в вкладке конструктор – это вкладка дизайн. Собственно, данные цветовые образцы, которые отображаются на теме оформления, это и есть ваше текущее решение. Ну и мы собираемся его менять. Ваши изменения окажутся. Немедленное воздействие на слайды вашей презентации, сразу на все слайды вашей презентации. Кроме того, ваша цветовая схема будет также сохранена на пакет офис. И при желании ее можно использовать для других презентаций тоже. Ну а она вообще-то сохраняется также и в Варде, и в Excel. Итак, на вкладке конструктор мы с вами не меняем кардинальным образом дизайн презентации, не нужно. У вас будет также список, раскрывающийся список, варианты. Я сейчас его на экране помечаю желтым цветом. Вот кнопочка, опять-таки маркирую желтым цветом, кнопочка, которая позволяет развернуть список, развернуть список всех команд корректоров. Их немного. Это команда цвета, команда шрифты, команда эффекты, команда с телефона. Сейчас будут перед вами. И нам нужна здесь конкретно команда цвета. А в команде цвета, у нас вот этого всего не видно, это то, с чем я работала сравнительно недавно. Так. А в команде цвета у вас отображаются те цветовые схемы, которые уже находятся в пакете Office по умолчанию. От стандарта, начиная и ниже. Ну и если видеокарта позволяет, ну иногда подтормаживает просто немножко компьютер, уже даже при наведении курсора на различные цветовые схемы вы будете замечать изменение всех объектов слайда. Ну кроме значков, которые я еще не покрасила. Так. Мы не будем выбирать с вами стандартных решений. Мы проходим ниже в команду настроить цвета. Ну, возможное название еще также создать цвета. Ну, либо настроить, либо создать. В зависимости от версии программы. Настроить цвета. И вот открывается, пожалуйста, команда создания цветов темы. Создание цветов темы. Акценты. Акценты, которые располагаются у вас в середине списка. Это и есть цвета. Изменение этих акцентов окажет немедленное воздействие на изменение цвета ваших объектов. Объектов всей презентации. И самый важный акцент, это акцент 1. Вы видите его применение на ваших объектах. Это шапочка таблицы. Это первый ряд данных в цифровых диаграммах. Это цвет фигур по умолчанию. И цвет смарт-арта по умолчанию. Иногда изменить достаточно только акцент 1. Для того, чтобы у вас уже значительно изменилась картина. Вся картина в презентации. И вот первые три акцента. Первые три акцента мы собираемся вводить через RGB. Следующие три акцента мы собираемся подбирать. Просто через ослабление цвета. Что делать с остальными позициями? Обсудим. Ну а пока начинается рутина. Это будут рутинные операции. Важно, чтобы информация о цвете просто у вас располагалась перед глазами. Перед глазами. Акцент 1. Разворачиваю. И далее в другие цвета прохожу. Открывается окошко ввода цвета. Где цветовая модель RGB. Есть также HSL модель человеческого глаза. Но ее здесь не используются. Особенно в работе. Итак. Красный. Зеленый. Синий. Три циферки. Ну и соответственно у меня также на моих образцах имеются три циферки по модели RGB. Мне нужно только сделать основной выбор. Какой цвет я хочу выбирать в качестве основного цвета. Ну вот здесь вот мне бы и пригодился бы основной концепт данной организации. Ну там какой-нибудь логотип что ли. Ну давайте я рискну. Пусть будет голубой. 85 в первое поле. Далее 195 во второе поле. И 220 в третье поле. Получается такой красивый небесно-голубой цвет. 85, 195, 220. Откуда я взяла эту информацию? Якобы из брендбука. Вот данная информация. И окей. И окей. Следующий акцент 2. Акцент 2. В другие цвета прохожу. Следующий акцент я также буду выбирать достаточно яркий. Ну то есть их порядок особенно не важен. Серым цветом я буду пренебрегать. Я буду его использовать в последнюю очередь. И даже есть особый план по его использованию. То есть не стоит добавлять серый цвет, если у вас достаточно количество ярких цветов. Потому что серый цвет это чисто технический не цвет. Он включает в себя сразу все цвета. И не характеризует никак вашу компанию. Его добавляют в цветовую схему просто от того, что есть недостаток цветов в целом. Ну бывает так, что в компании вообще всего один корпоративный цвет. Ну и тогда вот только серым можно дополнительно как-то разбавлять ситуацию. Итак, второй цвет это будет розовый цвет. Он же красный. 226, 75, 44. 44. 226, 75, 44. Красный цвет получился. Так. И акцент 3 будет у меня цветом коричневым. 140, 100, 41. Есть. Следующие три акцента у меня будут получены от первых трех. Акцент 4, 5, 6. Я сначала выставляю цвета те же самые. Заново вводить мне эти цвета не понадобится. Я разворачиваю акцент 4. Выбираю цвет бирюзовый. Так он у меня опознается в программе в разделе последние цвета. Затем красный. И затем последний вариант коричневый цвет. Но повторное обращение к акценту 4, 5, 6 я произвожу для того, чтобы цвета сделать более блеклыми. Ну, конечно, здесь хотелось бы действовать с каким-то умным осветлением. Но мы сделаем с вами операцию на глазок. На глазок. Ну, ради экономии времени. Акцент 4 раскрываю повторно и прохожу в команду другие цвета, чтобы получить доступ к шкале тональности. Шкала тональности не будет искажать этот цвет. Вы можете действовать как бы на осветление, либо на затемнение цвета, перемещая этот бегуночек. Я перемещаю его наверх для того, чтобы добиться значительной разницы между тем, что было и тем, что стало. По тону. Разница по тону. В разделе «Новый текущий» можете контролировать результат. И нажимаю на команду «Ок». На глаз. На глаз. То же самое произвожу с красным цветом. Разворачиваю. Повышаю тональность примерно на то же самое расстояние. И нажимаю на «Ок». И делаю то же самое цветом коричневым. Делаю его посветлее. Ну, если прямого запрета в брендбуке на подобные действия нет, то эту процедуру можно признать безопасной. Гиперссылки. Гиперссылки – это цвет ваших будущих гиперссылок. Если вы используете ссылки в презентации на внешние ресурсы, на внешние файлы, то именно таким образом будет выглядеть ваш текст, гиперссылочный текст, гиперссылка активная или гиперссылка пройденная. В корпоративных презентациях часто это решение не меняют, поскольку хотят просто, чтобы это было понятно. Ну, прежде всего, информация должна быть понятной в презентации, поскольку восприятие уже устоялось, что если видишь синий текст с подчеркиванием «Значит гиперссылка», можно нажать куда-то попасть. Эти цвета обычно не меняют. Но на что вы имеете полное право, вы можете установить те же самые цвета, скажем, чередование первого и второго акцентов, для того, чтобы получилось ярко. Или можно использовать серый цвет, или можно использовать сочетание первого и четвертого акцента, ну, то есть посильнее, послабее. Так что, если коротко, гиперссылки можно сделать по вкусу. По вкусу. Так. Ну и поднимаемся с вами наверх. Наверху темный и белый. Это основные чередования цвета фона и цвета текста. Или наоборот. Решение затем принимается в такой команде, как команда «Стили фона». Она также находится в списке вариантов. Ну и это решение обычно не меняют. Если вы исправите темный и светлый цвета на какие-то любые другие, значит, во-первых, в программе у вас не будет доступа к черному цвету, к белому цвету. Только через обращение к команде «Другие цвета». Ну и у вас сразу изменится весь текст презентации вместо черного, ну, будет какой-то еще. То есть, вот такие вот обычно эти команды стараются не трогать. Ну, тем не менее, если хотите, конечно, можно поменять. Я бы оставила бы все как есть. А вот в плане дополнительных вариантов «Темный 2», «Светлый 2» сюда зачастую устанавливают просто дополнительные фоновые разновидности. «Темный 2» я могу ввести любой темный цвет, указанный в брендбуке. У нас такой есть. Это цвет темно-серый. Кстати, если у вас даже нет такого цвета, обычно выбирают вот такой вот темно-серый цвет в качестве дополнительного фонового варианта. «Темный 2». Именно «Темный 2» разворачиваю в другие цвета, прохожу и начинаю печатать. «Темный 2», «Темный 2», «Темный 2», «Темный 2» разворачиваю в другие цвета, прохожу. У меня есть еще один бледный цвет, который здесь указан. «231», то есть вот этими данными собираюсь пользоваться сейчас. Так, но если нет таких цветов в брендбуке, ну, обычно берется светло-светло-серый цвет. То есть как альтернатива чисто черному, чисто белому выбираются темно-серый и светло-светло-серый цвет. Так, «231», «243», ну, такой почти белый, буквально запах от этого цвета. И «239», «239», «239», «светло-светло-светло-сизый». Я бы его характеризовала бы так, почти такой серенький цвет. И окей, и окей. Имя я задаю как пример схемы, ну, или там, корпоративные схемы. И сохраняю это решение. И сохраняю это решение. Так. Ну и давайте посмотрим с вами, что изменилось. Я думаю, что у нас с вами произошло следующее. Вы сразу же получили измененную картину по объектам вашей презентации. Правда ведь? Вот нечто подобное случилось. И если вы производили бы работу в вашем корпоративном шаблоне, в вашем корпоративном шаблоне это также бы произошло немедленно. Более того, сохранив работу в вашем корпоративном шаблоне, вам не пришлось бы заново это все делать, поскольку изменения уже на уровне шаблона произошли. Вы можете даже отслеживать на вкладке управления дизайном, как та тема оформления, которую я показывала вам ранее. Это и есть, грубо говоря, шаблон вашей презентации. У вас уже произошло изменение этой части шаблона, а именно вот эти вот самые три сильных акцента и три слабых акцента уже на ней проявиться должны. Если сразу не проявились, ну, возможно, что-то тормозит после сохранения презентации, повторного открытия, обновления уже произойдет. Так, подтвердите мне, пожалуйста, что вы видите нечто подобное, ну, не обязательно то, что у меня на экране, а, может быть, вы свой какой-то план делали. Я пошла сейчас по средней дорожке такой, как три сильных, три слабых, и вот такое изменение должно произойти. Если получилось, плюсуйте мне, пожалуйста, в чат. Более того, изменилась не только текущая картина. Спасибо, спасибо. А еще также изменилась вся контекстная обработка ваших объектов. То есть, если вы нажимаете на цифровую диаграмму, у вас будут доступны вкладочки, поработайте с данным объектом. Это вкладки, которые образуются обычно в конце ленты в PowerPoint. И на этих вкладках зачастую, помимо стилистики, находится информация о цветах тоже. То есть, можно сдвигать цветовую схему. Так, на работе с диаграммами я нахожу команду «Изменить цвета» и вижу, что я могу подбирать любые другие сочетания, монохромные в том числе, уже внося изменения в этот конкретный объект. То есть, вдруг мне все-таки требуется монохромное решение, мне не нужно разноцветное. Мне не нужно менять всю цветовую схему всего шаблона, достаточно подправить только один конкретный объект. Конечно, если вы хотите изменить цвет отдельного ряда данных или даже отдельного столбика, вы можете проследовать на вкладку «Формат», где вам будет доступна команда «Заливка фигуры». В команде «Заливка фигуры» будут отображаться цветовые, вот верхний блок, начиная, получается, с пятой позиции, поскольку первые четыре позиции – это текст, фон, текст, фон. Помните, мы с вами их настраивали как раз-таки, да? И вот он, акцент 1, далее акцент 2, акцент 3, 4, 5, 6, все их можно выбирать. Ну и они также представлены в градиентной растяжке, можно брать какие-то другие разновидности для окрашивания. То есть, окрашивание вручную также доступно. То же самое при работе со смарт-артами, команда «Изменить цвета» будет вам доступна для того, чтобы вы взяли, скажу, какой-то цветной вариант. То же самое с фигурами обыкновенными, где на вкладке «Формат» команда «Заливка фигуры» и уже готовая стилистика данных объектов. Можно выбирать какой-то вариант, скажем, поинтереснее, с градиентом, если хочется. И то же самое, разумеется, с новейшими объектами PowerPoint-а – это значки. На вкладке «Формат» также команда «Заливка фигуры» будет вас ждать для того, чтобы провести окрашивание этих значков. Но по умолчанию, правда, они вот появляются черного цвета. И по работе с таблицами тоже не будет никаких новостей. Все векторные объекты подчиняются цветовой схеме, и вы можете выбирать дальнейшим любой дизайн, который считаете необходимым в вашей презентации. То есть все здесь с точки зрения корпоративного шаблона можно брать. Что вам осталось выяснить, так это полосу дизайна. У компании иногда бывает пожелание по стилистике, по насыщенности. То есть выбирать яркое решение или выбирать какое-то анемичное тонкое решение – это будет уже наверняка как-то обозначено в брендбуке или в корпоративном шаблоне. Будут какие-то пожелания по поводу оформления. Не рекомендую вам, уважаемые слушатели, задаваться таким вопросом, как создание корпоративного стиля, уникального стиля для ваших таблиц, поскольку, к сожалению, в PowerPoint сохранение этого стиля невозможно. Это возможно в Word, это возможно в Excel, то есть там, где это не нужно. А вот в PowerPoint какой-то стиль таблиц как бы разработать, и чтобы он здесь постоянно отображался, увы, вот этого не получится, поскольку разработчики что-то посчитали, что это не нужная процедура. И придется, придется, в общем-то, ради того, чтобы было все красиво, придется заниматься тем, что копировать его по кусочкам. В общем, да, это будет проблема. Это будет проблема. Итак, уважаемые слушатели, хочу показать, как вы можете применять дизайн презентации, вернее, не дизайн презентации, простите, а цветовую схему к разным слайдам, разную цветовую схему. Допустим, у вас будет два варианта цветовой схемы, причем второй вариант мы с вами можем создать прямо сейчас немедленно. На вкладке конструктор, ну, маленькая бонусная операция, вкладка конструктор, она же дизайн, развернуть еще раз варианты. Через кнопочку дополнительных параметров, команда цвета, ваша цветовая схема будет находиться в разделе пользовательский, в разделе пользовательский, вот она, пример корпоративной схемы. И тут же вы можете создать еще одну, взяв за основу ту, которую вы уже сделали. Для этого не нужно с ней ничего делать, если вы захотите от нее избавиться, то есть команда изменить, удалить. Мы идем с вами ниже, в команду настроить цвета, то есть создаем с вами еще одно решение. Создаем с вами еще одно решение. Это решение уже основано будет на использовании серого цвета. Если вам показалось, что все слишком ярко в любом случае, вы можете создать монохромное решение, то есть имя корпоративное, моно. Какой моно? Ну, моно вариант можно взять голубой. Голубой, да, или красный, без разницы. Акцент 2 нам здесь, получается, не нужен. И мы выбираем серый цвет. Кстати, он у нас уже здесь готовый. Серый фон 2, такой цвет мы с вами ранее вбивали. Можно взять в разделе последние цвета. Вот он, серый цвет. В качестве коричневого, потому как будет смотреться немножечко тяжеловато все-таки, коричневый цвет мы с вами тоже можем убрать, взяв просто вариант голубого цвета, который мы с вами уже использовали. Ну, вот этот светленький вариант, светло-бирюзовый. А остальные акценты, которые у нас есть, просто подаем в разных оттенках серого цвета. В градациях давайте серого цвета скажу. Не в оттенках, а в градациях. Итак, акцент 1 голубенький, акцент 2 серенький, акцент 3 уже будет расщепленный голубой, светлый голубой. А 4, 5, 6 на ослабление идем, выбираем с вами вот в имеющейся линейке серого цвета, выбираем с вами все слабее, слабее и слабее. Ну и здесь в просмотре на гиперссылке тоже можно убрать цвет красный, заменив его на голубенький цвет или на серый цвет. Серый цвет, давайте попробую голубенький, как будет. Ну вот, неплохо. И нажимаю на команду сохранить. Цветовая схема у меня сразу преобразилась, стала более лаконичной, более, может быть, даже немножко скучной, более анимичной, более строгой. Ну, выбирайте себе любое прилагательное, как нравится. Ну, можно в рамках одной презентации отчитываться сразу по двум направлениям и, скажем, часть слайдов у меня будет посвящена одному продукту, часть слайдов другому продукту. Я хотела бы применить цветовую схему к одному слайду одну, а ко второму слайду другую. Я создаю дубликат слайда правой клавишей мыши командой дублировать слайд. И вот ко второму слайду или к первому, ну, к первому слайду, хотела бы применить все-таки более яркое решение. Разворачиваю еще раз варианты. Нахожу команду цвета. Оба решения, вот корпоративная моно голубой. Пример корпоративной схемы у меня здесь тоже есть. Оба решения у вас сохранены, то есть ничего вы не потеряли. Но применять цветовую схему так, чтобы она действовала уже не на всю презентацию, а только на выделенные в настоящий момент слайды, надо правой клавишей мыши. Правой клавишей мыши я щелкаю по своей цветовой схеме, цветной, и выбираю команду применить к выделенным слайдам. Ну, собственно, все. Готово. Один слайд в одной цветовой схеме, другой слайд в другой цветовой схеме. Такие решения можно сочетать в рамках одной презентации, но только если мы можем с вами это обосновать. В рамках одной презентации два бренда, два продукта, три, четыре, пять. Ну, часть слайдов можно оформлять несколько иначе. В завершение скажу, что корпоративный шаблон это не только цветовая схема, это также шрифты, это шрифтовая схема, это еще и, конечно же, действия, которые выполняются в образце слайдов. Это корпоративные элементы, декоративные элементы, которые делают вашу презентацию узнаваемой. И они должны быть правильно сделаны на уровне образца слайдов. Кстати, у нас такие вот семинары на эту тему уже были. Так, советую посмотреть. Ну, или напоминаю, что я всех приглашаю на курс, который будет 20 марта, курс дизайн-презентации. И эта тема всего лишь одна из тех, которые мы проходим в рамках работы с шаблоном. Так, ну что ж, на этом я, пожалуй, буду останавливать запись вебинара. Уважаемые слушатели, если есть вопросы, пожалуйста, сообщите мне их в чат, буду рад на них ответить. Но с официальной частью мы подвели итоги, да, подошли к концу. Всем большое спасибо, большое спасибо за то, что потратили время, присоединились к нам. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok